Ачир Степанович Ачиров. У Макса какие-то проблемы с моим эфиром на YouTube-канале. Мы будем делать записи, потом выложим, я буду в прямом эфире. Если есть вопросы к Ачир Степановичу, то можно задавать, писать мне в эфире. Ну и так, Ачир, мы сразу познакомились, сразу перешли на ты, в принципе, все одного возраста. Ачир, мы только что выяснили, что ты проучился в Академии МВД по специальности экономика, и ты стал специалистом. Расскажи, вот вкратце, о своей карьере, где ты раньше работал. Закончил школу, потом... Ты не имеешь в виду... Карьера начинал кредитным инспектором малого и среднего бизнеса в Москве. Ну, только в Москве работал, можно сказать. Ну, лучше скажи, какой области ты специалистов? В области кредитования бизнеса. Вот какой-нибудь предприниматель, начиная от малого бизнеса, работал кредитным инспектором, до крупнейших корпораций в России. Ну и вот в сфере анализа, структурирования сделок, кредитования бизнесом. Последние два года работал... Еще также есть опыт ответственного по слиянию и поглощениям в одной тоже группе компаний в Москве. И последнее, это агентство Дальнего Востока по привлечению институтов. Потому что все, что связано с бизнесом, это вообще мой первый чиновничий опыт. Но последнее, как бы, в агентстве, мы все равно были не коммерческими, ну, не государственными, но можно сказать, что государственными. Мы работали под эгидией Минвостокразвития Трутневой. Мы привлекали инвестиции в Дальний Восток. Частные. Только частные. Это по службе, да? Ну, это не госслужба, это, грубо говоря, автономно-некоммерческая организация, принадлежащая 100% Министерству развития Дальнего Востока. То есть это инвестиционщики, которые работали на государство. И задача была их просто одна, привлекать инвестиции, точнее, в агентстве коллег моих же стал. Только привлекать частные инвестиции на территории России, создавать рабочие места, создавать условия для бизнеса, расшивать законы, китайские, корейские, там, у агентства, грубо говоря, офисы в Токио, в Мурбаях, в Пекине. Ну, грубо говоря, специалист по привлечению инвестиций в развитии, да? Ну да, с бизнесом. И вот такая же задача. Почему вот ты решил вернуться в Палмыкию и продолжить именно на муниципальной службе? Мы предложили такую задачу. Я подумал, что это будет интересно. С учетом опыта работы, с учетом тех административных ресурсов, которые у меня теперь в руках. С учетом того, что можно на такой позиции уже все это сделать реально полезно. Именно на позиции главы ОРМО? Ну, как на таких управленческих позициях. Да, можно донести напрямую в главе и напрямую общаться с премьер-министром, менять законы, привлекать инвестиции прямо на это влияя, грубо говоря. Какую землю выделить, плавку ее для тех или иных инвесторов. Просто когда я узнал, что ты специалист по инвестициям, да... Да, есть много задач на финансирование. Вот финансист, специалист по инвестициям, вот как ты сейчас, да, себя позиционируешь, как бы... Тогда у меня возник вопрос, почему тебе предложили, почему ты возглавил именно район, а не тот же министерство отраслевого, тот же Мейнек, почему ты не стал замом, да, Мейнек? Ну, там уже были, наверное, уже кто-то занял место. Нет, там просто уже как бы, ну, тоже очень квалифицирован наш текущий министр экономики, торговли Дмитрий Троицкий. Очень-очень даже, да, соображает экономики. Вы знакомы, да? Да, уже познакомились, работаем. Мы сейчас готовим материалы на Сочинский экономический форум, на Питерский экономический форум. То есть наша задача сделать максимум инвестпроектов, разработать их, придумать их, творческие где-то подойти, чтобы инвесторам было интересно вкладывать в нашу республику, развивать здесь свой бизнес. А вот от этого будут все последствия. Рабочие места, нормально уже народ подтянется. Потому что здесь без рабочих мест и без инвестиций, ну, так и будет все, вот. В таком ключе, как вот мы живем в одном, грубо говоря, тренде за счет бюджетных денег. То есть наш бюджет на 50% это федеральные деньги. Нам, грубо говоря, дают их, чтобы мы жили. Поэтому многие говорят, вот, долги загнали. Но у нас пока нет экономики, нам только задача, чем больше мы просим из федерального центра, и осваиваем их эффективно, это вот наша задача в рамках бюджетных денег. А в рамках частных инвестиций создать условия, чтобы они здесь сами развивались, не мешать им. Не мешать им. А Лаганский район почему я выбрал? Потому что у Лаганского района есть точка роста в Калмыкии. Стой, подожди, у меня вот сразу же здесь же вопрос. Ты выбрал Лаганский район или тебе предложили? Нет, предложили. А потом я подумал, почему я согласился, ты спрашиваешь. Потому что у Лаганского района и Бату понимает, и вся команда понимает. Там, потому что есть точка роста, которая может изменить неплохо ситуацию в республике. Это Лаганский полк и нефтяные, грубо говоря, месторождения перспективы. Их просто, у нас 15-ти процентная изученность по нефти. Поэтому вопрос, кто будет копать и искать. Ну, как раз и Ачеб Джамбинов сейчас правительство. Он над этим очень плотно работает. То есть нам надо затащить того, кто начнет копать. Пока-то есть такая госкорпорация Росгеология. И мы пытаемся все с ней как-то договориться, чтобы все это пошло. Чтобы начали разрабатывать там кто-нибудь начали разрабатывать. Да. Там Лукойл выработает, что по-моему. Не, Лукойл выработает на шельфе. А, на шельфе. Да, он, увы, Астрахани они больше от нас. Там налоги платят Астрахани. Если бы они у нас платили, налоги у нас было больше. Там же какая-то спорная ситуация. Да, я знаю. И даже если... Не хотел бы ты разобраться и исполнить ситуацию. Но мы уже знаем это как бы причину. То, что шельф принадлежит. Если так разбираться, шельф возможно даже принадлежит кому-то. Но по юридическим документам, по статусу Каспийского моря еще не было точных решений. Это только вот в воде недавно. Они уратифицировали как море, там, территориальные, какие воды. И это надо, да. Но если это есть... Во-первых, надо обосновать это. То есть это через позицию шельфа. Позиция, что такое шельф и откуда он начинается, где заканчивается. А потом выносить это на федеральный центр, доказывать это. Но это очень непростой вопрос. Поэтому решается не так просто. Здесь можно и так посмотреть и... Но ты как глава района можешь или хочешь это инициировать? Ну... Можно сказать, мы работаем над таким вопросом. Мы пока же не царим, да. Анализируем ситуацию. Ты сейчас сразу упомянул порт Лаганьи. Порт Лаганьи говоришь, точка роста, да? Не кажется ли тебе, что Камыки, именно с 93-го года... Все этот порт строил. Все время говорили об этом порте. И ты сейчас пришел, вот такой молодой, амбициозный. Он здесь пишет, что ты там решил, бросил работу, да? Пять раз больше зарплату и решил приехать сюда и построить. И говоришь о порте Лаганьи там. До этого о нем... Все говорили. Я знаю, его больше сегодня... Тоже такой же говорил ведь молодой человек, который... Ну там еще есть... Недавно о нем вспомнили, вот ты знаешь, перед выбором. Ты перед выборами в главу решили опять вот... Ну, потому что это такой проект, который очень сложный. И который надо, чтобы обосновать. Там есть и федеральные коллизии, которые надо обойти. Почему? Почему, например... Не, ну давай... Просто с 93-го года о нем говорят. Никто ничего не... Но федеральных денег на порт не дадут. Я, например, не хочу сейчас о порте разговаривать. Если честно, чтобы ты пришел с нами говорить, и говорить о нам. Мне кажется, наша аудитория, тем более того Макса на канале, мне кажется, нашего возраста, люди, да, в нашем с тобой, там, неплохо так же тебе растражного портика, как, например, тысяча тысяч... Нет, я просто сейчас уже знаю тонкости вопроса. Давай мы будем говорить, наверное, о том, что более приближенно, да, более там... Более приближенно, грубо говоря, окей. Это глобальная цель. Ну, у Лаганского района есть... Расскажи, какие инвестиционные проекты на территории Лаганского района ты видишь? Например, давай начнем с сельского хозяйства, да, которое у нас актуально. Сколько... Сколько... А какова территория Лаганского района, сколько земель сельхознаблечений у вас? Ну, там, получается, где-то 460 тысяч, сколько-то гектар. Это в основном сельское хозяйство. Еще причем такого не особо хорошего качества. А, не особо хорошего качества. Но у вас есть вода. Да. Только нету дорогое электричество, чтобы питать. Грубо говоря, сельское хозяйство это развитие, как я вижу, овощей, картофелевоста. То есть у нас растеневоста можно развить. Есть потенциал. Рыбное хозяйство, именно озера рыбные. Помимо классической, грубо говоря, традиционной, это вылов рыбы. У нас там есть тоже определенные федеральные коллизии, где надо нам там километровую зону расширить и так далее. Это надо работать с рост рыболовства. В рамках озер искусственных, ну, просто нужно найти инвестора, кто посчитает и кто сможет это продать. Вообще проблем нет там. Это очень хорошая история. Теплицы. Такая же аналогичная история. Переработка мяса, рыбы и так далее. Во всем этом только нужен предприниматель, который имеет рынки сбытка и может это маркетировать на тех или иных рынках. И лучше это чтобы не было в Калмыкии. Потому что внутри Калмыкии маленький спрос. Ты большой бизнес-монент. Конечно. Полностью. Что ты для этого, как глава района, делаешь и как ты видишь именно инвестиции найти? Вот я инвестор, у меня есть 500 миллионов. Я хочу уложить, например. Думаю уложить. Вот в октельчике. Что, 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 вот как ты мне убедишь меня, что на сегодня в органе привлекательно и какой проект? Вначале надо посчитать какой-то бизнес-план. То есть у каждого инвестора есть своя специализация, на чем он бабки как бы делает. Таких там фондов тоже не так много. А есть вот такие малые и средние бизнесы. Он с чем занимается? Занимается отелями, да? Вот я вижу там тоже это направление. Потому что вся Астрахань развита в отелях, в рыболовно-хозяйственных вот этих домах отдыха. В Вагане нет инфраструктуры вообще. Ну мало, мало. Там есть гостиницы. А вот такие, чтобы вдоль моря там со всем сервисом, чтобы... Ну это туризм, да? Конечно. Если ты тепличник, ну вот занимайся теплицами. Ну вот тебе вода, вот тебе электричество, вот тебе газ. Занимайся. То есть это должна быть твоя как бы ответственность полностью. Это твой бизнес. Мы тебе там поможем только. А ты там уже сам двигаться должен. Предприниматель, а то и предприниматель, что он берет для себя полностью ответственность за свои... Как бы кэши за свои деньги. И они как раз создают социальную... Ну почему, почему Лагань? Почему не Яшку? Почему не Астрахань? Потому что трасса Лагань она проходит через, во-первых, тот супертанк перспективный. И да, согласно полностью далекая история с портом, но уже есть трасса Астрахань-Махачкала-Расс. Это вода. Туризм это вот море, то есть единственное море Лесублики. Такое влагание. То есть это вот потенциал хотя бы развит. Хотя бы чтобы в Манахце и с Республики все приезжать будут на пляж отдыхать и в отеле уже будет внутренний туризм, да. У меня там самый большой блудок. То есть есть потенциал. То есть надо просто подойти к разным взглядам. И найти тех инвесторов с России. То есть у меня без разницы откуда инвестор будет. С Калмыкии я буду очень рад, что это будут наши местные. Но если нет, то мы будем искать активно с России, с Ирана, с Махачкалы. Мне без разницы. Тот, кто закопает деньги в Республике в целом и в Лаганской районе, в районе частности, мне только создать условия. А с них рабочие места для местных. Хорошая зарплата, налоги. Все и продавайте, делайте все. То есть так развивается. Рыночная экономика. И в этом плане надо думать. Это да. Вот как? Вот я задал вопрос. Я допустил условия. Как ты меня затянет в Лаганске району? Вот я например, ты мне говоришь сейчас про артерии, да? Про зону. Я скажу. Я отвечаю. Показать прибыль. Я скажу. А мне кажется в Астрахани лучше это пойдет. То же самое. Те же условия. Зато у них свет дешевле. Да. Это я согласен. А мы здесь например сделаем дешевле арендоплату на первый этап. Мы здесь. Нам как ГЧП ГАЗного тебя подведем. Чтобы тебя ну вообще там. Мой телефон чтобы тебя никто не трогал. Ну все по закону чтобы. Создадим условия. Да. Над этим как бы работают. Как? Это сейчас грубо говоря в KPI любого губернатора есть привлечение частных инвестиций и экспорт. Если ты с этим не справляешься. Вот у нас в своем заседании было в Миннеке. Все основное. Всем главам сказали. Основное это привлечение из инвестиций. Это Владимир Владимирович говорит. Тоже так же. То есть я работал в этом апреле на Дальнем Востоке. То есть ну не будут условия созданы. У тебя там ничего не будет. Будут строить школы, сады. Там будут люди уезжать. Будут такие огромные стройки. Никому не нужны. Как только какой-то бизнес зайдет. Ты получаешь с этого прибыль. Людям платишь зарплату. И оно все идет. А вот так и привлекаешь. То есть посоздаешь какие-то определенные бизнес планы. Вот сейчас у нас задача к Сочинскому форуму сделать там буклеты. То есть у меня там по направлению сельское хозяйство. Рыбоводство. Какая-то электроэнергетика. Производство строительных материалов. У меня камыша вот этого куча. Это же там билеты. Комбикорма. Все делайте. Только осталось найти этих людей, которые знают, как на этом срубить деньги и зарабатывать. На сегодня есть какой-то уже готовый? Да, на сегодня у нас есть убойный цех. С иранцами я активно общаюсь. Они активно интерес проявляют. То есть у вас уже есть убойный цех, который работает? Нет, я уже сам активно обзваниваю всех. А это правильно? И инвесторы, которые иранцы, которые держат убойный цех в Лиманском районе, вот я их себе затаскиваю. Что-то на русском. Переманиваю? Переманиваю. Обзвание просто в интернете по Спарку. Вот вижу там в статье с губернатором общался с каким-то иранцем. Выбрал в Спарке, позвонил, познакомился, пригласил. Приезжают. Говорю, давайте покажем там землю, там землю. Армянский один есть там тоже. То есть, ну, конечно, не буду говорить там фамилии, имена, отчества. Но вот с ними вот так общаешься, ездишь. В Москву сейчас должен поехать. Это вот отменили встречу. Большие тепличные хозяйства, крупнейшие команды у нас. Но вот пока никак бы не решились на встречу. Долгий процесс продаж. Это раз позвонил, два позвонил, там презентацию отправил, еще что-то сделал. И еще самое главное, финансовый модель посчитал. Как он там эти деньги вытащит? Потому что он уже не благотворитель, чтобы там ходить и раздавать. А инвестиционный потенциал имеется. Просто на него надо его посмотреть. То же самое. Два с половиной миллиона туристов приезжают в рамках туризма, да? Это бастерка. Из них 87 процентов это москвичи. Именно кто-то зовут. Все они все бастерками бабки оставляли. А у нас ничего нету, нету. Придите, пусть менеджики придут. Скажут, хотим вот такая модель. Все берем из себя. Будем в инстаграме искать клиентов. Без проблем. Мне вообще пока эту работу создадите. Налоги будете платить. То есть надо вот это суметь. Здесь же у нас есть предприниматели, которые конные, пешеходы развил. Вот в таком направлении. Есть, конечно, крупный бизнес, который потащить можно только инвесторы из меня. Которые создают большие предприятия сразу. Много там рабочих мест. Вот для них там соответствующие интересы. Нефть там большого нашли. Вот они туда готовы прийти и там пол-камныки устроить, любую говоря. Какая вам оценка на старшем? Очень много. Я как бы не нефтяник. Но Чиржабейна считает, что у нас вообще мощный потенциал. Ну они всегда говорят. Я даже статью читал. Да. Просто никто не разрабатывал оценок. Чтобы оценить, например, сделать геолого-разведочную работу, нужны огромные деньги. У нас никогда в жизни бюджет не потянет. Это вот там миллиарды. Закопать просто, чтобы в конце сказать, да, нет, есть, нет. То есть ты закопал, а там нет. Ну и все. Дальше идешь. Так вот. Но если ты нашел что-то там мощное, то все вокруг, там у тебя город образовался. Там, например, на Лонд Холле для меня вот хотелось бы логистический центр. Просто... Жизнежно, да? С этой дорогой соединить. Расторговый, эксплуатительный центр же есть, который там магнит, там X5, GT. Почему мы будем товарами догонять до Лонд Холла, оттуда там распространять. То есть тоже надо с ними общаться. Плюс еще, сама Халнукия идет через МТК в север и юг. Это международный транспортный коридор. Индия, Иран, Россия и Западная Европа. То есть это огромный поток товаров и в обратную, и в ту сторону. То есть надо его как-то окучивать, как-то с ним работать, как-то у него встраиваться. 82 миллиона иранцев по-любому чем-то делать. Они же вот цены на мясо у нас подняли. Воспользоваться, да. Цены на мясо у нас подняли. И все фермеры теперь хотят быть фермерами. Там уже все, кто хочет, кто не лень, хочется быть фермерами. Цены на мясо нет, никто не хочет быть фермерами. Геморрой тут. Ну да. И таких историй очень много. Они, вот там, просто съездить в Астраханская область, посмотреть, чем люди занимаются. Приезжай в Агане, давай подумай, как тебе эти условия создать. То есть все уже придумано. Ну, лучше еще думать. Я говорю, Манакса, они же умные. Там можно придумать другие фишки. А люди или мы? Мы. Манакса, да. Наши, все же умные. Надо думать какие-нибудь фишки такие. Которые, я думаю, вот в Якутии, например, есть. Якуты, да? Они живут там у себя. Есть такая компания Майтон. Ребята занимаются играми там. Да, это приложение. Вот в Якутии там. Компания 750 человек, 500. Якутский локализовываем. Мировой рынок. Мировой рынок у них. Офисы в Сингапуре, Новой Зеландии и так далее и тому подобное. Ладно, да. Миллиардер, миллиардные, то есть. Блага не вернемся, да. Не, ну, в Листе тоже могут быть. На сегодня, на сегодня какая ситуация у тебя по Лаганскому району? Как вообще? Вообще экономика Лагании сегодня. Я так понимаю, основная... Либо сельскохозяйство. Основной у тебя по плану не бюджет и арендная плата, да? Да. Налоги и арендная плата. Сколько у тебя арендная плата ежегодная делала? Ну, вообще... Нет, вообще какой бюджет? 100 миллионов это собственные доходы. А так, в общем, 374 миллиона бюджет. Из них 270 это просто дотации школе и медицине. И все. Я там ничего. Просто напрямую идет. Зарплаты всем учителям. А оп, собственно, доходы 100 миллионов. Вот там и арендная плата, и налоги, КВХ, ОВХ. Все, которые там и плохо платятся, и там надо анализировать всю эту тему. Думать, как улучшить. То есть текущая отрасль это сельскохозяйство, аренда. Маленькая там, переработка рыбы. И все. А все остальное руины от советской эпохи. Может завод там. Есть ли у вас такие сельхозпредприятия? Я имею в виду группы там, АО? Нет, сейчас нет. И у вас основные предприниматели? Все предприниматели. Нет ни одного госкантова. Нет, не госкантова, хотят будет. ЖКХ у меня проблемы. Нет, нет. У меня вообще нет ни одного. То есть хозяйств нет у нас? Нет, вообще нет ни одного хозяйства. Я вот пришел, нет. Все у меня только КВХ. Все часто. Все земли. А мупы какие у тебя? Нет ни одного мупа. Там может там мупы? Ну зеленое хозяйство там, которые убирают в Лагане все. Водоканал, частная компания. Ну тоже проблема там, ЖКХ. Частная компания, она работает по конституционному соглашению? Ну да. Гибрид. Гибрид, да. Ну что ты хочешь изменить вот именно в Лаганской районе? Кроме того. В Лаган-Сити хотелось бы отдать. Это перед нашим этим подтопленцем. Бедный. Что такое в Лаган-Сити пояснил? Люди, наверное, не знают. Ну там в 95-м году подтопило город и все строят в государстве. Еще много. Вот здесь Лаганский дом седьмой метр, а там Лаганский дом. Вот слышали же, Лаганский дом. Ага. Она так подтопила там полгорода как бы. Им надо отдать. С 95-го года вот это ее. 25 лет, 25 лет в этом году будет. Отмечать будет? А сколько? А, и вам нужно вот и там... Да, и вот то есть мы половину отдали, осталось вот 40 семей последних. Ну 68 там не достроено. Вот их надо закрыть, этот вопрос надо дать уже построить. Кто строит? Ну там строил Минджи КХА, строил то есть за бюджетную. А за бюджетную? Там по линиям, по такой программе, по такой. Вот сейчас надо вот закрыть этот вопрос окончательно. Здесь хотелось бы, но это не гарантирует. То есть это моя бесприоритетная задача. Осталось просто на нее найти финансирование. Когда ты пришел вот, кроме вот этого Лаган-Сити, да, проблем, я так понимаю? Больше никаких у тебя там не было там? Почему там? Освещение плохое. Поселки? Да, потом. Система канализации на 93% изложена. Убыточная полностью. Потом дорогой тариф за электродегию. Ну это везде были спублики. Потом, не знаю, безработица, та же самая. Все, обычные проблемы, ничего нового. И все, социалку закрывает федеральный центр, то есть школу там, гарница. Вот и так и живет. Держит складно, грубо говоря. Так, чтобы не развалилась. Потому что социально, мы разносались вот как социально, мы это перечисляем. А вот развитие непосредственно. Здесь чисто бизнес надо развивать. Такие предпринимательские сети, как-то вот людей. Есть же, кто может, кто крутится. Ну, да, тоже кооперацию. Социально сейхоз можно развивать. Да, да. Вот это, правильно, тоже. На оборот, это, мне кажется, очень. Будем работать, да. Это вот для нас. Вот для... Шива одного в этом. Мы, как раз, это тема сегодня поднимали. Вот, например, наши большие там, где-то есть предприятия, построенная обойная цепь, переработка. Там, не тот, короткий чинец, где гигант. Вумансова, что ли. Сырья нет там. Потому что неорганизовано все, и фермеры все как бы в тень. В тень что? Ну, безналом продавать. А, свой спорт. Ну да. А, то есть вы к той же проблеме, что я обеспечил внимание? Обеспечил рабочие места. За счет государственных затрат. И у тебя развиваются, а, спорт, потенциал, здоровое общество. То есть это... Это те направления, которые президент у нас, он тоже спортсмен. Вот, если честно, ты просто сейчас оправдываешь. Не оправдываю, да. Это политика такая. С точки зрения социальной функции государства, государство берет на себя затраты. И развивает человеческий капитал. С точки зрения бизнеса, где ты бабки делаешь, то это частные инвестиции. Там ты смотришь, сможешь ты отбиться или нет. И государство, в частности, в этих функциях, оно всегда может быть в убытке. Потому что эту функцию тоже не стечь. Если школам сейчас запретят, мне увагание, платить зарплату, скажут, что у вас школа не окупаемая, тогда мне надо выгнать всех, грубо говоря. У нас такое государство. Нет, ты неправильно знаешь. Я это правильно, это мое понимание. Потому что это функция социального государства, понимаешь? За которую она платит эти заплаты на себе держит. И самое главное, выбрала направление спорта, как развитие. Вот, посмотрите, как поменялось общество. Сейчас все, у нас очень много спортсменов. Потому что дойдет огромные, колоссальные деньги на уровне федерального правительства, идет на пропаганду спорта. Спорт, 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 площадки детские. И все, чтобы это было, чтобы, грубо говоря, вот, даже тот же эффект, вот, где мы находимся, молодежь творчеством занимается. Когда этого нет, у этой инфраструктуры, в свои годы мы там все по гаражам шар-шар-шар-капелись. И эти кучи, там, АУЕ, там, группировок со всеми разными своими... У нас борцов много? ...понятиями, грубо говоря, из... Из мест не столь отдаленных. А тебе все хорошо? Извините, я перебью, да? У меня борцов очень много. У меня чемпиона по кушакам сделали. по 2019 году. Он чемпион мира. Это у нас... За Санджи Коруба? Да. Чемпион мира он стал. А борцами хорошо общался. А вот он молодец. Вот он занимался. И это без энтузиазма, грубо говоря, там местных борцов не было ничего. Все, Чернышев, здесь подписчики возмущаются, платят по дороге арену каждое свое мнение. Вот у меня такой вопрос. Ты раньше знал Бату? Нет. Вообще. Как получилось так, что он тебя пригласил? Просто. Ну, а в группе... Есть такая группа калмыцкая, Богдо называется. Привет, ребята. Вот там. И вот там познакомились. Я первый раз с ним познакомился, когда мы там в калмом предстве там все собирались, вот бакдошники там, ЛДИ там, ну, какие идеи по развитию республики. Вот я предлагал как бы привлечение, инвестиции, территорию ближайшего развития. То, что мы там... То есть ты встречался, когда он уже был главой? Когда он уже был главой? Да. А второй раз он мне предложил. А второй раз предложил стать главой? Мне больше с ним не знаком, не знаком до этого был. И не через там... Ну, так знал, что он, конечно, таскал мыки. И поэтому... И многие, мне кажется, там, чтобы так дружили, мне кажется, не было до этого. Ну, собирает просто маджиков, предлагает. Многие отказываются. То есть не было у тебя... Даже тех общезнакомых, которые тебя с ним знакомили? Ну, вообще не было. Ну, я знал, грубо говоря, Чингизы тоже познакомились там через... То есть там сел такое калмыцкое, московское, калмыцкое патриотическое движуха, которые там занимались, и набег... Которые отжали власть в калмы-предстоятельство при Орлове. Там же был опять один вегистанец. И вот, а сейчас там в калмы-предстоятельство там вообще конкретная калмыцкая движуха. Сейчас там Сан-Гаджитар бает, возглавляет. А раньше вообще там никого не было. И вот это Чингиз Николаевич, вот под его энтузиазмом там все это, Марам Геннадьевич, вот это все активисты. Никто даже из нас не думал, что мы сюда вернемся. Жили себе просто вот сообщество Кёрдэ там, то есть, ну, мальчики-активисты там. Которым безразлично наш родной республик. Так, эфир заканчивается. Еще раз выйдем? Не, я все уже, мужики. У меня в Абагане еще ехали. Ну, все, дорогие друзья, сейчас прекратится и, наверное, будем заканчивать. Угу. Поэтому, вот я говорю, у нас в том-то и дело, что никто не знаком. И все � то репорта. Пока! В адексте,